Доцент кафедры истории России Таврической Академии Крымского Федерального Университета Павел Марциновский с гордостью держит в руках диплом об окончании программы переподготовки преподавателя английского для специальных целей. Когда-то он учился в США, общался с носителями языка, поэтому знаком с английским давно, но от результатов курса все равно в восторге. Существенно мне помогли улучшить те аспекты языка, которые были у меня проблемными. Это замечательные специалисты, просто прекрасные, которые умеют найти подход практически к любому человеку. У них было не очень просто, потому что мы все взрослые люди и давно работаем в университете, и у каждого свой старт, свой уровень. Слушатели курса в основном сотрудники медицинской академии, сегодня им торжественно вручили дипломы. Учеба проходила в Институте филологии, 470 часов за год дали отличный уровень. 22 выпускника программы смогут не только преподавать на английском, но и уверенно коммуницировать в нестандартных ситуациях во время лекций, учитывая особенности культур разных народов. Медакадемия еще с 2000 года проводит большую работу по подготовке педагогического состава для работы с иностранными студентами. Нынешний выпуск, первый по этой программе, это новый уровень с сертифицированными экзаменами. Мы выставляли оболирование, чтобы было не только понятно для граждан Российской Федерации, а по системе ИСТС. То есть, если вы откроете приложение, вы увидите, что может и для чего это сделано. Когда приезжают международные комиссии, они теперь могут запросить квалификационные данные наших преподавателей. Задания были не простыми, а специальную терминологию каждый обучающийся интегрировал в свои материалы для дисциплины самостоятельно. Это удалось сделать на высоком уровне. Языкового барьера в общении для преподавателей также больше не существует. Отметила ассистент кафедры терапевтической стоматологии Медицинской академии КФУ Тамара Дубровина-Парус. Программа «Преподаватель английского языка для специальных целей» получила обнадеживающие отзывы кураторов и слушателей. На следующий этап уже подано 27 заявок. Также сейчас для иностранных студентов преподают на английском латинский язык. И это только начало. Александр Шакапов, Никита Шостак, Евгений Ильющенко. Пресс-служба Крымского федерального университета. Пресс-служба Крымского федерального университета.